Девушки отдыхают Добро пожаловать! Мастер-класс по малеванке в самом разгаре. Давайте познакомимся с самыми маленькими участниками. Привет-привет, девчонки! Расскажи, что это ты тут делаешь такое красивое? Слово «малеванка» знаешь, что означает? Белорусское слово «малевать», «рисовать» – это отсюда. Вот ты сейчас рисуешь. Может, тебе нужно помочь? Нет? Все сама? Ну, давай, пробуй. В рамках «Свят Альну» проходит мастер-класс по малеванке. Если вас волнует вопрос, что же это такое? Я нашла уже ответ, и нам подскажет искусствовед и куратор мастер-класса по малеванке Ксения Тихонова. Ксения, добрый день! Здравствуйте, Ольга! Перед вами «Малеванка» – это вид народного творчества. Это свободная роспись по ткани. Перед вами известный сюжет художницы Алины Кишин. Я вас приглашаю. Сделаю для себя. У нас пока на столе черный квадрат, но не Малевича. Отличительной особенностью малеванного давана был черный фор, либо темно-коричневая, румяная ткань. И композиционно она имела центральную часть и бордюр. Нужно румяна, но лучше на льняную салфетку. Красоту наводить будем. Это так успокаивает нервы. Простите, пожалуйста. Что важного сейчас? Ксения указала на мою ошибку. Не нужно делать растяжку. Обязательно именно вбивать. Краска может потечь под трафарет. О, какая прыхожость. Мешую вас с першим али-банкры. Дякую, велики. Знаете, еду на запах. Чем-то пахнет потрясающим. Пойдемте. Добрый день у хату. Здравствуйте. Так, что тут у вас такое интересное стоит? Чем угощаете? Вы можете попробовать у нас эксклюзивный продукт. Вот такой вот юмор с садовым. Я думаю, что для завтрака это то, что нужно. А может, нашему оператору? Конечно. Я считаю, что каждый белорус должен это попробовать. На здоровье, Валин. Ну что, девчонки, как вам на вкус лен? Это вкусно. А теперь так, как будто действительно вы уже поели хорошо, у вас прибавилось сил. Это вкусно! Друзья, в моих руках уникальные мясные пироженки. Но уникальны они не только тем, что они из мяса, а еще потому, что они распечатаны вот на этом 3D-принтере, пожалуйста. Данный проект у нас является победителем республиканского конкурса «100 идей для Беларуси» в номинации «Лучшая бизнес-идея». И при реализации данного проекта создано новое направление в пищевой промышленности нашей страны. И разработаны технологии натуральных наполнителей на мясной основе для 3D-печати. И мы напечатали такие вот уникальные продукты, мясные цветочки на карте Беларуси с использованием льняного семени и льняной муки. Полезные, вкусные, натуральные и красивые. Остается только пожелать, чтобы побыстрее вот такие замечательные мясные пироженки, распечатанные на 3D-принтере, побыстрее появились на столах всех белорусов. Это очень вкусно! Я хочу еще! Настоятельно рекомендую это попробовать. Ну а прямо сейчас, вашему вниманию, победители номинации «Авторская коллекция». Замечательные образы создали белорусские дизайнеры. Мне кажется, просто на острие моды. Именно после таких коллекций, я уверена, многие скажут, что лен – это круто. Во-первых, посмотрите, какая очень клевая сумочка из льна сделана. Она объемная, это просто на острие трендов. Я ее уже себе честно присмотрела. А во-вторых, обратите внимание модницы на это дивное пальто из льна. Девушка, пожалуйста, продемонстрируйте. Особенно мне понравились рукава. Какой клевый головной убор. Как слышимость? Прекрасно. Это замечательно. Девчонки, у вас образы на 100-500 лайков. Класс. Мне кажется, чем вот интересен этот фестиваль, что он должен показать, что любой труд, он приведет к замечательному результату. Мы прекрасно видим коллекции, которых, ну, не просто не стыдно, а радостно показывать. Какой одежды прямо сейчас Валентина Ивановна. Это же лен. Почему вы рекомендуете всем модницам белорусским обратить внимание на лен, особенно в грядущем теплом сезоне? Лен – это как раз то, что всегда нас оберегало. То, что всегда нам, ну, спрыяло, вот если говорить по-белорусски. Мне кажется, поэтому вот его и нужно одевать. Есть замечательные традиции. Они всегда были свойственны белорусским женщинам в первую очередь. Защищать себя, защищать своих детей. Именно с помощью льна. Но прямо сейчас я приглашаю вас, святую святых, здесь, в этом помещении. Модели готовятся к показу. Давайте посмотрим, как это происходит. Здесь все одеты, девчонки? Да! Заходи. Наталья, вы за работой, я вас отвлеку. Буквально чуть-чуть. Как называется ваш коллекция, расскажите о ней. Коллекция называется «Женственность во льне», вдохновленная ученителями моей модельной школы. Потому что для меня женщина прекрасная и без определенных стандартных параметров и роста. Почему именно лен? Лен – это наша белорусская природа, наша белорусская культура. А я обожаю нашу белорусскую природу, я ей вдохновляюсь. Орика, я хотела предложить вам, может быть, вы хотите одеть мой наряд? Я с удовольствием. Конечно же, я соглашусь почувствовать на себе, что такое роскошь льна. Так что, уважаемый оператор, мы пока с вами прощаемся. Да-да-да, да-да-да, девчонки, до встречи на подиуме! Следуя модным трендам, не растворяйте снег. Не теряйте своей национальной идентичности. Носите одежду изо льна, потому что это экологично, потому что это родное, а значит модное!